Мы будем сегодня вновь прославлять Вриндаван по книге Шри Прабадананда Сарасвати Падда Шри Вриндавана Махимамрита. Это очень большая наша слабость, я иду к этой книге. И каждый раз, когда я прилетал из Вриндавана, обычно была Москва, там была эта первая сумасшедшая лекция по Вриндавану Махимамрите. Несколько раз в течение тура мы вновь возвращались к этой книге в Харькове, и в этом самом Тернополе на сегодня завершающая лекция тура. Мы обязаны вернуться, вынуждены вернуться к этой книге. Итак, мы остановились на 13-й шатаке. Сегодня я говорю смело, в основном только преданные сегодня. Друзья преданных, вы слышали Вриндаван? Это название, не слышал. Кто не слышал, руку вверх. Хорошо, сегодня вы услышите. Вас зовут Вячеслав Вячеслав. Очень приятно. Вриндаван – это место трансцендентных игр Шри Кришны. Мы здесь сегодня развернули перед вами карту, которую не смогли развернуть вчера в ведической космологии. Вот этот материальный мир, в котором мы живем, с огромным количеством вселенных. И вот здесь вот духовный мир, трансцендентный мир, который является первой основой, первой причиной всего. И этот материальный мир, собственно, является его, как с Чилабхакти Дан Свами Махараджи Прабхупад сказал, грубой копией, грубым отражением, точнее. Вот если что-то есть здесь, это есть постольку, поскольку это есть там. Так вот, огромное количество обителей Верховного Господа в духовном мире. Вы слышали слово «аватар», я думаю, после фильма все его знают. «аватар» означает «тот, кто не зашел». И есть слово, латинское слово «экспансия» означает распространение. То есть, согласно ведам, Верховная Божественная Личность, мы называем его Кришна, имеет огромное количество экспансий, то есть форм, которая распространяется из его трансцендентного тела. Все они также обладают трансцендентными телами, духовными телами. Но проблема наша в том, что наши тела в данный момент материальны. Грубое тело, тонкое тело не дают нам покоя. Ум и различные материальные объекты, о которых мы говорили вчера. Вопрос, как нам перенестись из этого мира, где властвует майя, где очень жесткие законы мироздания, в мир, где нет страдания, где все основано на чистой любви, и где все пронизано принципом сад, чит, ананда, вечность, знание, блаженство. Как нам это сделать? Через любовное предное служение Кришны. Кришна означает все привлекающие. Он привлекает всех. И его обитель Вриндаван. Арадья-Бхагаван, Врадья-Шайтаная, 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 то есть сын царя Враджа Нанды, или Кришна, он является Арадья-Бхагаван, он наш объект поклонения. Причем, Кришна никогда не один, он всегда со своими спутниками. Поэтому есть предписание всю группу Госвами медитировать на Кришну вместе с Его Божественными спутниками. Причем, именно теми, настроения которых нам очень близко. Поэтому есть один стих. Кришна смарам джанас часья, Кришна смарам джанас часья, прешта ниджи самихитам, тадбава липсанакарья, враджа лока нусаратаха. Проживая во Врадже, проживая во Вриндаване, если не этим телом, то хотя бы в уме, но чтобы быть в уме, нужно побыть хотя бы некоторое время под руководством чистых преданных в Вриндаване, который доступен на этой земле. Следует памятовать о Кришне в обществе, в окружении Его преданных, Его вечных спутников. И нужно посвятить все свое время этому процессу. Шива Рупа Госвами говорит, следует посвятить все время слушанию, памятованию и воспеванию имени, образа, качеств и развлечений Шри Кришны Проживая во Вриндаване, не просто живя как турист где-нибудь в отеле, а будучи в Анугатии, то есть под руководством, под строгим руководством, целенаправленных, преданных, сердца которых проникнуты расой. Так можно перенестись из этой юдоли скорби, из этого материального мира, трансцендентный мир. Вы видите вот эту нить, которая ведет от нашей планеты на наша планета выше, 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 и в конце концов доходит до высшей обители Кришны в духовном мире. Поэтому сегодняшняя лекция предназначается в общем-то для тех, кто практикует в основном и для тех, кто дружит с теми, кто практикует, поэтому все подпадают под эту категорию, относятся в этих двух категорий, поэтому мы говорим смело. То есть мы знаем, что Кришна это наша Радья-Бхагаван, то есть это Верховный Господь, Которому поклоняемся, и Таддхама-Вриндавана, то есть Его обители это Вриндавана. Значит, подобно тому, как есть посольство какой-либо страны в какой-то другой стране, таким же образом на нашей планете есть обители или Дхамы, священные обители, которые являются точными копиями изначальных обителей Господа в духовном мире. Вот здесь у нас на земле есть Вриндаван, есть много святых обителей, но Вриндаван, он находится в сердце Индии, каждый человек знает о Вриндаване, каждый стремится хотя бы раз в жизни побывать там, что и говорить о тех преданных, которые поклоняются Кришне, Рады и Кришне. Здесь на алтаре вы видите Радха и Кришна. В общем-то не заметить невозможно. Они пред, как сказать, покровительствующие божества этого центра. Кришна, Который, Которого украшает павлиния пирожщики Пича Моли, Который держит в руках флейту и играет на ней так очаровательно. Вот. Через милость Вайшнавов, чистых преданных, через повторение Гаятри мантры, Харе Кришна маха мантры мы можем услышать, как Кришна играет на флейте. Более того, Кришна позовет нас и мы обязательно побежим на звук флейты. И рядом с ним Радха. Радха Это внутренняя энергия Господа, которая в персофеницированном виде выглядит, как эта молодая девушка, прекрасная юная Дева Враджа, которая является никем иной, как внутренняя энергия Господа, самого Господа. Поэтому ищи Радха Кришна. Когда мы говорим Харея Кришна, Харея означает Радхи, то есть звательный падеж. Ее зовут Хара или Ее зовут Радха, в звательном падеже это Радхи или Харея. Поэтому те, кто живут в Вриндаване, они не говорят Кришна, Кришна, они говорят Радхи, Радхи. Это метод, как приветствовать друг друга во Вриндаване. Поэтому наверняка вы будете слышать, когда будете в принципе в Индии или где-то около Вриндавана или даже в Дели, если вас увидят в такой одежде, вам обязательно скажут Радхи, Радхи, потому что они знают о, этот преданный связан с Вриндаваном. Поэтому на пути во Вриндаван в таких местах как Фаридабад, Газиабад, вот эти места окружающие Тели, они знают если преданные в такой одежде, преданные Кришны, о, наверняка они связаны с Вриндаваном, поэтому нужно им сказать Радхи, Радхи. Поэтому давайте сейчас друг друга поприветствуем. Три-четыре. Радхи, Радхи, Радхи. Вот так они здороваются. Так здороваются. Вот, поэтому это было небольшое введение, мы сейчас приступим к Вриндавану Махимамрите. Значит, смотрите, эта книга совершенно потрясающая. Она берет за сердце немедленно того, кто связан с Вриндаваном, кто связывает свою жизнь с Вриндаваном. В этой книге огромное количество стихов, в которых запечатлено излияние сердца автора. А автор Прабхадананда Сарасвати Пат никто иной, как Тунгавидья Гопи. То есть одна из ближайших подруг Шри Радхи. Их восемь. Лолита, Вишака, Читра, Чампакалата, Ранга, Деви, Судеви, Индулека и Тунгавидья. Так вот, воплощение Тунгавидья это Прабхадананда Сарасвати Пат К тому же наш Куредев говорил, что у него есть еще одно очень особое качество. У него есть угол зрения, который свойственен в общем-то служанке Шримати Радхи. Манджаре. В некоторых стихах это очень-очень очевидно. Сегодня большинство преданных, поэтому мы смело говорим на эти темы. Так вот, здесь во Вриндаван и Махимамриде совершенно потрясающее прославление Вриндавана, прославление его чувства по отношению к Вриндавану. И также есть очень-таки острые моменты, в которых он осуждает собственно свой ум, ну как бы смиренно думая, что я как просто совершающий практику, что почему у меня до сих пор привязанности к этому материальному миру и почему о глупые люди, почему у вас столько привязанности к материальному миру, почему вы просто не отправитесь во Вриндаван, и не заживете там. Поэтому давайте слушать теперь, что говорит Шипра Банан Нандасарасвати Пат. Друзья, а сейчас, подожди, живите во Вриндаване, не имея богатств, подобно нищему, купайтесь в океане нектара чистой любви к верховной личности Бога, опьяненные без вина, ослепленные, хотя ваши глаза здоровы и находясь в бессознательном состоянии, хотя вы бодрствуете и не спите. Вот, пожалуйста. То есть, Вриндаван делает человека безумцем. Что это мы, сумасшедшие, Харе Кришна, вас сейчас куда-то зовем, чтобы вы тоже стали такими же сумасшедшими, как мы. Зачем? Быть пьяными, без вина, слепыми, со здоровыми глазами, в бессознательном состоянии, хотя ты ходишь и проявляешь чувственную деятельность. Зачем это надо? Затем, что на самом деле это счастье и блаженство. Вот в этом материальном мире каждый пьяница вам объяснит, в каком счастье, если он, в общем-то, действительно еще очень оптимистичен по отношению к своему пристрастию, он вам объяснит, в каком, простите за сленговое слово, кайфе он находится, когда он принимает свою дозу. Но это очень вульгарно, это очень грубо. И это длится очень недолго, а потом идет побочный эффект, потом идет выздоровление, возвращение к нормальной жизни. Помните, как в детстве, если кто-то ходил в кино, я ходил, например, выходишь на улицу, видишь эти троллейбусы, всю эту бытовуху, и приходишь в нормальной жизни, отрезвляешься, боже мой, как там было красиво, а здесь опять эта дрянь, извиняюсь, опять к ней нужно привыкать. Но вриндаван это вовсе не так. Вриндаван это счастье и блаженство, которое никогда не кончается. Вчера на интервью Кришна Шаран Прабу мне задал вопрос, почему вы живете во вриндаване, хотя многие считают это место не столь цивилизованным, не столь чистым, не столь таким, 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 таким. В материальном мире, который находится за пределами вриндавана, мы видим много, Харе Кришна, заходите, цветочки примите, кто-нибудь, пили цветочки. Находится много мест, которые, как сказать, блестят, которые вылизаны очень красиво, но если присмотреться к этим местам, они полны грязи, потому что мысли людей и вся концепция этого места очень-очень нечиста. Но то, что связано с духовностью в принципе и то, что связано с вриндаваном, что она больше всего интересна. Можете чуть-чуть ближе подвинуться все, пожалуйста, потому что еще кто-то будет приходить. На метр вперед все, пожалуйста. Метрик вперед, сделайте. Хорошо. Хорошо. Вот. Значит, да, но в вриндаване крайне наоборот, полностью наоборот. То есть это место географически находится в штате Утар-Прадеш, это штат, до которого дошли мусульманские завоеватели, более того, в вриндаван подвергался гнету завоевательным, были разрушены храмы, вывезены божества в Джайпур и так далее, так далее. Вот. Это место находится в том районе Индии, где действительно санитарии очень плохо, там водятся свиньи и так далее. В других местах, на Вадвипе нет свиней, в Джаганатхапури тоже нет свиней, на юге тоже нет, во вриндаване есть, понимаете, мы говорили вчера. Но они особые, они шри свиньи, их нужно почитать. Почему? Потому что это все падшие саньяси, это все бриджбаси. Даже нельзя сказать, что они падшие, понимаете, это вечные жители вража, каждая свинья, каждая собака. Как-то раз в обществе одного пожилого брахмачаря из другого мадха. Я, пришла собака, я на нее замахнулся, он сказал, нет, нет, ты не можешь замахиваться на него, это бриджбаси, это житель Дхамы, да, 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 да. Почему спрашивается, живя в Вадвипе, на Вадвипе, не отличен от триндавана, Шиладжаганатда, с Пабхаджи Махараджи, никогда не принимал, одно время, не принимал просад из своей тарелки, пока не приходила собачка с выводком щенят. Их там было штук пять или шесть, и он сказал, что ему приносили тарелку, он говорит, нет, нет, вот они должны прийти, они жители Дхамы, да, они должны отведать из этой тарелки, и вот после этого я буду есть. То есть он просад бриджбаси, на Вадвипа Васи, жителей на Вадвипа таким образом принимал, вы понимаете, что, вот, и так далее. Однажды я вам расскажу такой потрясающий случай, который заставит действительно вас полюбить грязь, Шри грязь, Шри Вриндауна, Шри сточные канавы, Шри Вриндауна, вот, однажды мой Гуру Дэв, Шила Бхакти Вдан Танарайенга, Свами Хара, жил в Парикраму, и приехал один богатый господин из Дели, такой, ну, знаете, видно, что он в комфорте живет, и так далее, вот, и однажды он на утренней Парикраме, то есть когда все куда-то утром пошли, сказал что-то такое невразумительное, там, о, тут такая грязь, такие канавы, тут такая вонь, или что-то такое, он сказал, Гуру Дэв, остановил Парикраму, остановил, знаете, иногда Гуру Дэв, даже в, как сказать, в своей, ну, мирской лили, ну, как сказать, в своих нароват, в лилах, схожих с человеческими, да, он, ну, как офицер полиции был, очень строгий, очень, вот, и он остановил все Парикраму, вперил свой взгляд, голубой глаз, в этого человека, и сказал, так, говорит, смотри сюда, говорит, на канаву ему показал, и говорит, пей, понимаете, я не знаю, чем там все кончилось, честно, пил он или не пил, но факт, что сам принцип, понимаете, это нектар, вот это нектар, поэтому, вот это вот, шри грязь, шри свиньи, шри обезьяны, я живу в храме Йога Майи, мы с ним дома, живем в одной комнате, в храме Йога Майи, вот, где все савакунжевские обезьяны, в общем, проводят время, понимаете, на решетках Йога Майи, вот, что я хочу сказать, это все святые личности, поэтому, они специально присутствуют там, чтобы отпугнуть незадачливых туристов, которые хотят пятизвездочный отель, хотят вообще, ну, если Индия их интересует, как правило, Гоа, и похожие места, вот, хотя это, я позволю себе сказать, это на самом деле Клаака, по сравнению со всеми святыми местами, Индии, и так далее, и так далее, вот, но Вриндаван, это совершенно потрясающее место, я хочу еще раз остановиться, вот, на этом принципе, да, который в литературе называется, сварупа анубандхи, то есть, потенциал нашей души, к раскрытию духовного тела, и вечного служения, вот, у каждого живого существа, начиная с минерала, и заканчивая, не знаю, полубогом, очень продвинутыми душами, есть вот этот потенциал служения в духовном мире, он должен раскрыться, и вот он может раскрыться в этих святых обителях, понимаете, как, вот человек, допустим, в прошлой жизни, мирской пример возьмем, жил в Индии, да, вот, поэтому, ну, ему нравятся танцы, ему нравятся запахи, ему нравятся, там, атмосфера, культура, и так далее, но когда он попадает в какое-то общество, допустим, там, индийской дружбы, или индийский концерт, или даже посольство Индии, сразу у него что-то начинает вот кликать в душе, сразу вот эта лампочка начинает мигать, пум, пум, это мое, это мое, это мое, и вот когда преданный, будучи, ну, обычным туристом, допустим, пока он не стал преданным, да, он попадает, допустим, во Вриндаван, или откуда он, да, вот, в духовном мире, куда ведет его Анубанди, то есть связь его души с его будущим духовным телом, которое должно раскрыться, что при этом получается? Происходит феномен того, что человек начинает думать, это мой дом, вот так было в моем случае, во Вриндаван я чтился, после того, как я съездил туда, туда, и туда, и туда, что-то непонятное, из глубины души я сказала, Боже, это мой дом, действительно, ты чувствуешь себя дома, вот, и потом уже, тогда Нураги Джанану Гами, это уже был следующий этап, то есть потом пришли преданные, которые в Раджа, Расика, Вайшнавы, понимаете как, то есть они медитируют на расу, которая живет во Вриндаване, и они распространяют эту расу, раса, знаете, этот центр называется раса, раса означает экстатические взаимоотношения с Богом, в принципе, вот это называется раса, вот, мы вчера немножко объясняли, если не будем возвращаться, но есть 12 рас, из них 5 основных, и 7 дополнительных, вот, и вот это вот, как в виде семени заложено в нашем сердце, это должно раскрыться, вот, потому что, ну, мы можем прийти в Харе Кришна, но вот такого общения у нас может не быть какое-то время, мы делаем там, воспевание на четках, мы поклоняемся божествам, как это я шучу, говорю, Харе Кришна, Харе Рама, продолжается программа, продолжается, продолжается, и чего, вот, она должна перерасти в очень возвышенное общение, потому что мы достойны этого, почему мы сказали себя, что мы недостойны, ой, в этой жизни я недостойна, вот так я жил во Вриндаване в 99-м, и думал, ой, в этой жизни я недостоин, но Радхика, да, Шри Радха, смотрела меня, думала, подожди, подожди, и дальше было все по методу очнулся гипс, то есть я увидел, ой, я уже ученик одного великого Враджа Расикова Ишнава, вот, у меня уже другое имя, и вообще все другое, и очнулся гипс, очнулся, и ты в прекрасном саду, прекрасном лесу, Вриндавана, Ван означает лес, А Вринда, это Туласи Дэви, вот это священное растение, которое вы видите в храмах, тут оно у нас только на изображениях, вот на этом оно справа, если вы не видели никогда, вот здесь на этом изображении, оно справа, вот, это Вринда, то есть это богиня, покровительница Вриндавана, Вринда, Ван, то есть это лес Вринды, это ее лес. Молитва. Ван. 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 Лес. Лес. Вринда, молитва переводится. Нет, Вринда, это имя, Туласидеви. Понятно, но переводится как молитва. Это мне сказал Бадаэль Махараджи. Да-да, в ринда, потому что в анденам, в обращении, в обращении, без молитв. Да, это есть, такое тоже есть. Спасибо. Вот. Теперь слушайте. Шила Прабадананда Сарасвати Патт произносит резкие слова относительно этого мира. Они полезны для всех нас. Пусть они немного шокируют наших новых друзей, не страшно. Иногда шоковая терапия полезна. Как это называется? Если тебя немножко ударит жизнь, потом ты сделаешь выводы. И это очень хорошо. Вот что говорит Прабадананда Сарасвати Патт. Друзья, жена, дети и родственники всегда стремятся связать тебя крепкими узами любви. Майя пытается запутать тебя любовными утехами с женщинами. Ну, соответственно, с противоположным полом для женщин и для мужчины. Зная, что богатство уводит от истинной цели жизни и служит причиной множества беспокойств и бед, поэтому оставь все и отправляйся в обитель. Можете сказать, как это так? Оставляй все. У меня большая семья, у меня много ответственности, у меня большой бизнес, у меня столько здесь дел. Почему я должен оставить все? Речь идет, конечно, о перспективе. В последующих стихах Прабадананда Сарасвати Патт скажет, когда придет срок. Но направленность должна быть. Почему? Потому что это место Вриндава, в сочетании с общением, которое мы можем там получить, крадет сердце. Крадет сердце. Возвышенные Вашнавы, такие как Наш Гурадав, Наш Гурадав говорил всегда очень хитро. Он говорил, I want your hearts to be in my pocket. Я хочу, чтобы ваши сердца были в моем кармане. Так это и было. Он уезжал, и он, опс, мое сердце где-то, ой, он увез мое сердце, увез во Вриндаван. Мое сердце теперь, как сказать, имеет свою ячейку во Вриндаване. Оно там, как сказать, прописано теперь, зарегистрировано. Вот поэтому оно должно прийти к месту нашей регистрации. Понимаете, что делает Вашнав? Он нас регистрирует, прописывает нас во Вриндаване. Вот почему. Вриндаван или Навадвип, некоторые в Вашнава во Вриндаване, некоторые в Навадвипе. Навадвип – это место игр Господа Гауранги, Швича Итани Махапрабу. Мы знаем великие Бабаджи Шилы, Джаганадас Бабаджи Шилы, Горакишвардас Бабаджи. В конце своих игр на земле они перебирались из Вриндавана в Навадвип, потому что чувствовали больше увлечения. А некоторые оставались во Вриндаване, наш Городав оставался, но потом все равно Самадхи его положили в Навадвипе и так далее. Но все-таки Городав открыл четыре храма во Вриндаване. Четыре храма. И наверняка это место садханы очень-очень многих преданных, которые связали свою жизнь напрямую с нашим Городавом. Дальше Шилы Прабаданадас Бабаджи Шилы прощается к нам. О, глупец! Сегодня или завтра смерть предстанет перед тобой. Спасут ли тебя богатство жена и дети? О, брат! Смерть наступает на тебя со всех сторон. Почему же ты не спешишь во Вриндаван? Понимаете? Поезд уходит. Если ты не успеешь на поезд, где ты останешься? Что ты будешь делать? С чем ты останешься? Это, конечно, очень хорошие удары для всех нас, которые должны заставить задуматься. У нас масса отговорок. У нас дома гроши. У нас нет того, нет сего. У нас плохое положение. Очень-очень-очень много-много-много. То есть это поговорка. Она такая жесткая поговорка, английская поговорка. Монаж Городав ее говорил. Говорил buy, borrow or steal. То есть покупай, одалживай. Если никто не продает и не одалживает, кради. Вот и все. То есть тогда это может быть адхарма. То есть аморальное явление. Но это оправдано. Это оправдано. Понимаете как? Вот если мы здесь берем с клумбы цветы для пуджа, божества. Это в принципе не грех. Но в обществе считается грехом. Ну и Бог с ним, с общества. То есть во Вриндаване это не считается грехом. Если любой подойдет, ну конечно спросит, да, можно цветок из вашего сада для того же. О, конечно, конечно. Потому что хозяин знает. Он обретет пунью. Он обретет благочестивые заслуги. Я не призываю вас к воровству, конечно. Я хочу сказать. Но в принципе мы говорим по существу. Понимаете? То, что в обществе считается предусудительным, греховным, на самом деле таковым не является. Если речь идет о том, чтобы пожертвовать пешку ради прохода в ферзи. Жертва пешки это не грех. Как? Ты потерял пешку, бедная пешка, нам ее так жалко. А ничего страшного. Зато будет ферзь, который поставит мат королю противника. Слушайте, как дальше бьет по материалистическому мышлению Ши Прабаданана Сарасвати Пад. О, брат, ты ослеп. Разве ты не видишь, что женское тело, это лишь мешок, выделяющий нечистоты. Введенный в заблуждение мягкой кожей женщины, ты пренебрегаешь обителю Вриндавана. Это вызывает лишь жалость и отвращение. Мы говорили вчера о том, что божественная энергия, майя, имеет два проявления. Маха майя, это великая иллюзия, в которую погружен весь материальный мир. И йога майя, это божественная, мы можем тоже сказать, иллюзорная энергия. То есть, во власти которой находится весь духовный мир. И благодаря вот этой йоге майи, даже Кришна забывает о том, что он Господь Бог. Он забывает. Он думает, я мальчик-пастушок, который играет на флейте. И все остальные лилы включают, то есть игры имеются в виду, включают творение, допустим. Это все делают его менеджеры. Творением занимается Господь Маха-Вишну. Различные другие экспансии являют многообразие игр в благоговении и почтении. Это все делает его экспансией менеджера. Что же делает сам Кришна? У Кришны проблема. У него украли флейту. Украли флейту у Кришны, понимаете? Весь Вриндаван, как мы говорим здесь, стоит на ушах. Почему? У Кришны украли флейту. Величайшая проблема. Кто воровка флейты? Конечно, Радика. Вамши-чори. Вамши-чори, воровка флейты. Вот в Нидване, в священном саду, есть одно божество. Вамши-чори, Рада. Она играет на флейте. Радика играет на флейте. Она украла флейту Кришны. Поэтому сам Кришна, наш Гурдав говорил, не молитесь, говорит Кришне. Он маленький мальчик. Что он может сделать? Молитесь, он сказал. Гирираджу Гавардану. Вринди-деви. Туласи-махарани. Ямуни-деви. Пурнамаси-йогамай. Вот этим личностям. Эти могущественные личности могут вас привести в Раджу. Ну, конечно, мы молимся и Кришне тоже. Кришна-дева-бавантамаранды. Но, как сказать, Гурдав этот юмор, как сказать, в нем намек. Очень большой намек. Потому что, в конце концов, под влиянием йогамай, то есть, трансцендентной энергии, этой иллюзорной энергии Господа, которая действует в духовном мире, мы тоже позабудем, что Кришна – это верховная божественная личность. Поэтому наш Гурдав сказал, он сказал, «Свами Махараш», «Свами Прабхупад», рассказал всему миру, что Кришна – верховная божественная личность. Но я, говорит, вас заставлю забыть, что Кришна – верховная божественная личность. Вы представляете, что? То есть, значит, попасть во Вриндаван. Во Вриндаван никто не говорит, «Кришна, сва». Никто. Все говорит, рады, 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 рады. Почему? Потому что во Вриндаване Кришна становится покорным слугой Шримати Радыки. Вот вы видите, здесь вот божества в храме, в котором мы сейчас принимаем Шрикшу Прибераща, Шрирада Лалита Мадыва. Так вот, Лалита Мадыва – это тот самый Кришна, который полностью во власти Шримати Радыки. Обратите внимание, как у него изогнута шея. Трудно найти Кришну, который был бы еще более склонен. Вот так вот. Понимаете? То есть, когда человек полностью удовлетворен, счастлив, он, как это называется, откидывается. Всему так хорошо. А почему Кришне так хорошо, который Лалита Мадыва? Да потому что он полностью во власти Шримати Радыки, которая становится кем? Свадхина Бартрика. Это означает, полностью повелевает им. Вот почему Кришна в Сева Кунджа, в величайшем месте Вриндавана, в сердце Вриндавана, становится слугой Шримати Радыки. Вот почему это место называется Сева. Сева означает служение. Это Кунджа или Рощица, в которой Кришна совершает служение своей свами. Вот почему он говорит, Радыка премира гуру, ами ши-щанат. Радыка моя учительница премы, а я покорный слуга. Вот, мы немножко затронем, я не хочу сегодня, как говорит, слишком высоких вещей, но выше моей квалификации. Так или иначе, немножечко, мы обязаны упомянуть об этом, потому что мы читаем это здесь, мы слышим. С великой решимостью, откажись от всепожирающего сознания, материальной жизни. Я, мне, мое. Затем, переправься через океан рождения и смерти и устремись в исполненную блаженству, любитель Вриндавана. Как можно это сделать? Отказаться от я, мне, мое. Гореи Кришна, Гореи Кришна, 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 Гореи Гореи, Гореи Рама, Гореи Рама, 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 Гореи Рама, Путем постоянного воспевания Святого Дня. Хорошо, мы сейчас говорим на эти темы. Это очень важно. Но, чтобы осознать все это, нужна очень серьезная практика. Очень серьезная. И очень желательно, чтобы она проходила во Враджа. Ти-ш-тан-Враджа. Если не там, то, окей, иногда там, каждый год, два, ну ладно, пять уже абсолютно, как сказать, самая редкая частота, но все равно регулярно. Регулярность – залог успеха. Если мы ставим целью в Раджа-бхакти, то мы должны достичь Фриндавана. Если нет, то есть многие испытывают влечение к другим обителям, там и Тварака, там и Айодхи, там и Вайгундхи, Нрисимхалока, и что еще угодно. Но это не наш Иштадев. То есть не наше божество, к которому мы клоняемся. Шилавишванатча, как Раджа-бхакти сказал, очень четко. А радья-бхагаван в радже-шатанеас тадхама вриндавана. Рамья-качитупасана в раджаваду варгена калпита. То есть наша обитель – это вриндаван. Почему? Потому что Кришна там. Причем Кришна там в состоянии лалита-мадавы. Полностью удовлетворен тем, что Радика повелевает им в Севакунжа. Это центр. Поэтому Севабхакти Веданте с вами Махарадж, наш Прабхупада, сказал, что Севакунжа, храм рада-дамодар, это ось, с которой он начинается, в общем-то, вся раса лила. То есть вся исполненная, весь исполненное блаженство, танец раса, когда Кришна заиграл на флейте. И многочисленные гопи, юные девы в радже сбежались на звук его флейты. Все это началось именно там, все это происходит именно там. Бамши-ват, тоже место, где Кришна заиграл на флейте и так далее. Вот. Поэтому мы сегодня пели вот это в раджа-дама махи-мамрит и вспоминали обо всех этих местах. Нужно посещать эти места в обществе возвышенных преданных, которые знают суть в раджа-расы, то есть тех настроений Вриндавана, которые живут там. Я никогда не покину Вриндаван, где сияющая золотом и сапфирами юная божественная чета, сущей радой Кришны, похитившая мое сердце, наслаждается своими играми, чьи глаза подобны птицам Чакора, созерцающим луны их очаровательных птиц. Есть птица Чакора, которая очень любит смотреть на луну. Она пьет лунный свет. И Кришна Шримука Чандра Чакора Джагаде Дева Хари То есть Кришна постоянно смотрит на лунный ликий облик Шримати Радхи. Ах, если во Вриндаване даже Господь Хари очаровывается звуками ножных колокольчиков и браслетов Шри Радхи, забывая свое верховенство, что тогда говорить о великих преданных, неподверженных влиянию Майи. Те, кто живут во Вриндаване, великие преданные, которые не знают, что такое великая иллюзия, конечно же, их завораживает звук колокольчиков Шри Радхи. Пожалуйста, медитируйте в этой обители Вриндавана, источники бездонного нектарного океана блаженства, на сияющую, как золотой цветок чампака и голубой лотос, очень сладкую божественную чету, которая исполнена духовного счастья, вечно опьянена трансцендентной любовной страстью. Они стоят сейчас перед нами, они так радуются, когда слышат это прославление. Пожалуйста, поклоняйтесь Вриндавану, этой высшей обители, воспринимая тело женщины, как и океан опасности и мук, богатство и мирскую известность, как источники уничтожения нектара, чистой предности Господу Хари, о непривязанности отречения, как украшение из драгоценных камней. Необходима непривязанность, необходимо отречение. Я проповедую себя очень сильно, потому что, как сказать, я в Вриндаве меня поставил в первый ряд, поэтому, чуть что не то, сразу же тебя вздергаешь и стой, ба-ба, что-то у тебя не так, смотри, что написано. Нужно принять непривязанность и отречение, как украшение из драгоценных камней, очень важное. Это не сама цель, они приходят в процессе практики. Естественным образом, парамдриштоа невартанте, через переход на более высший вкус. Сейчас мы постоянно принимаем просад, или пищу, предложенную Кришне, сегодня мы предложим вам просад, экадашный просад, сегодня особый день, экадаши, одиннадцатый день Луны, когда нужно слушать и воспевать славу Верховного Господа. Принимать их просад без зерновых в такой день. В зерновые сегодня входит вся сумма всех греховных реакций мира. Поэтому нужно избегать зерновых бобовых сегодня. Одиннадцатый день Луны, два раза в месяц такие дни. Так вот, да, это тоже соблюдение экадаши, это очень важная черта отречения. Кроме того, мы соблюдаем экадаши для того, чтобы просто взрастить преданность Кришне. У нас нет других желаний. Гуруда всегда критиковал эту книгу, которая в большой организации очень известная, Кадаши на хатме, но он сказал, нет, там принцип совсем не тот. Там говорится, если ты совершаешь экадаши, то есть разные истории из Пурана, то ты будешь иметь долгую жизнь, сыновей, там, и так далее. разные благочестивые заслуги, которые можно наработать, соблюдая экадаши. Но мы не хотим этих благочестивых заслуг, мы хотим просто, чтобы Рада и Кришна были счастливы. Это все, что мы хотим, чтобы Гавранга был счастлив, чтобы Гуру был счастлив нами. Теперь смотри остальное, да, то есть женское тело, воплощение иллюзии этого мира, океан опасности и мук, он говорит, богатство, мирскую известность, источники уничтожения нектара чистой предности Господу Хари. Вот, на самом деле. Непривязанность и отречение очень хорошо, это украшение. Вот это единственное украшение. Вот, затем, пожалуйста, медитируйте на густой лес Фриндавана, куда не способны проникнуть яркие солнечные лучи. Стоп, стоп, а почему он такой темный, спросите вы, почему он такой густой, туда не проникают солнечные лучи? Ответ такой, что лилы или игры, которые там происходят, настолько глубоки и интенсивны, интимны, что даже солнце не проникает туда, опасаясь воспрепятствовать глубине, воспрепятствовать сакральности этих игр. и где счастливая радхика, покрывая свое тело черной накидкой, тайно встречается с Кришной, гуляя с ним в течение всего дня. Вот это высшее мужское начало, высшее женское начало. Никогда нельзя начинать думать, что это просто игры юношей девушки. У нас такие впечатления, что здесь млекопитающие нашего рода разделяются на два пола. Почему это? Потому что, как в Библии сказано, Бог создал человека по образу и подобию своему. Таким образом мы видим здесь синий цвет мужской экспансии Господа и красный цвет женской экспансии Госпожи. То есть внутренней энергии. Пусть же в моем сердце проявится Шри Радхика нетерпеливо ожидающая встречи с Маданом Оханом в цветущей роще Вриндавана, которая, увидев сказочную красоту леса Вриндавана, от удивления потеряла равновесие, но была поддержана своей дорогой подругой. Даже Шри Мати Радхика готова потерять внешнее сознание, когда она видит красоту леса Вриндавана, который арена трансцендентных игры Кришны. Какое высшее благо может принести привязанность к отцу, матери, жене, родственникам и друзьям? Какая польза от привязанности к смертному телу, дому и богатству? Все это запутывает и погружает в иллюзию. Поэтому разрубите эти крепкие узы материальных привязанностей и примите прибежище во Вриндаване. Ну вот, есть два мира. Материальный где властвует Маха-Майя и духовный где властвует Йога-Майя. Вот мы всегда перед этим выбором, альтернативой. Что мы выберем? Но если у нас есть вкус к жизни во Вриндаване, вкус к общению с возвышенными вайшнавами, которые живут там и вкус к исполнению их полных милости указаний, тогда нам будет гораздо легче следовать вот этому наставлению. То есть принять высшее вместо низшего. Я думаю, все вы вегетарианцы, да? Поэтому, если сейчас кто-то принесет что-то невегетарианское вам, вы сможете нос, заткнете нос, выйдите из комнаты, не сможете переносить запах. Почему? Потому что есть вкус к Кришна-прасаду, есть вкус освященной пищи, которая не что иное как адхарамрита, то есть нектар уст Рады и Кришны. Поэтому, что толку предлагать нам разную вкуснятину этого мира, нас не привлечет. Таким же образом есть много вкусных вещей для жителей этого материального мира, но они являются по сути отвратительными для людей, которые сведущи в трансцендентном вкусе, запредельном духовном вкусе. Если у нас нет привязанности к трансцендентному вкусу, нас опять будет привлекать вкуснятина в кавычках этого материального мира, самых разных проявлений. В положенный срок, оставив жену, детей, богатство и дом, которые лишь увеличивают иллюзию счастья, проливая слезы и проявляя все симптомы спонтанной любви, удачливая душа переполняется трансцендентным блаженством, найдя прибежище в пыли лотосных стоп царица Вриндавана Шри Радхи. Здесь вот этот слово, о котором я говорил, в положенный срок, не раньше положенного срока, нельзя имитировать отречение, нельзя поступать не согласно своей квалификации, потому что очень-очень много душ погорело на этом, поступая не в соответствии со своей квалификацией. Как определить свою квалификацию? А определить квалификацию ученика может гуру. Дикша, шикша, тот, кто дает посвящение или тот, кто наставляет, он всегда видит, на каком уровне ученик находится и никогда не делает ошибок. Поэтому еще раз мы хотим это акцентировать. Очень-очень важный момент для наших новых друзей тоже. Очень важный момент в этом процессе Кришна-бхакти, преданного служения Кришны, кроеугольным моментом является Шри Гуру и служение Ему. Если Шри Гуру подлинный, очень хорошо. Если не подлинный, наше поколение знает не понаслышке, что это такое, тогда может обернуться проблема, то есть обернется проблемами. Поэтому три раза проверь перед тем, как принимать, вновь и вновь молись и молись и молись и молись и согласно Твоей искренности Господь Нитьянанда, драгоценный спутник Господа Ситания послёт Тебя Шри Гуру, который будет никем иным, как им самим Нитьянанды. Так мы безошибочно сделаем безошибочные выборы, будем следовать этим наставлениям. И тогда все, что мы будем делать, будет воплощением милости Гуру. Как там мукам кароти ваача алам пангум лангай те гирим ядкрипат махам бандэ Шри Гуру динатар арам то, что мы делаем на самом деле не мы. Просто Гуру хочет, чтобы мы делали, поэтому мы делаем. Вот если спросить любого из вас или там каких-то других преданных вот 20 лет назад, ну хорошо, 10 или сколько, 5 лет назад ты мог представить, чтобы с тобой такое было? Да ни в каких снах, ни в каких вообще мечтах или даже гипотеза такая не пришла бы в голову. Почему? Потому что Гуру делает это, Кришна делает это в умышном виде ногам, искренняя душа, у нее есть интерес, действительно я хочу получить лучше из этой жизни. Поэтому Гуру занимает нас всеми этими видами полезных вещей, садханы, мы говорим, чтобы достичь совершенства. Обитель Вриндаван драгоценная сокровищница чистой любви, сияющая лучезарным великолепием. Если человек живет в этой обители, он легко может достичь лотосных сток, шри, радхики. Немножко перейдем на 14-ю шаток, вот 13-я закончилась. Пожалуйста, поклоняйтесь лесу, который находится за пределами океана невежества. Вот он, океан невежества, видите, темного цвета, весь материальный мир. Потому что очень грубое невежество покрывает всех здесь. Каждый думает, я мое грубое тело, я мое тонкое тело. как недавно вдруг половина преданных стала русскими преданными, а половина украинскими. Вдруг. Это означает, что, в общем-то, очень начальный уровень сознания Кришны. Поэтому эти самоопределения, они превалируют. Поэтому сознание Вриндавана стирает эти искусственные барьеры. Пожалуйста, который находится за пределами океана невежества, который является сущностью океана трансцендентного знания, который вечно сияет удивительными играми Рады и Кришны. Какую пользу могут принести ложные аргументы мирской морали и логики? Вот здесь очень-очень забавная вещь Шива Прабханам Сарасвати говорит о мирской морали, мирской логике и мирское, как называется, благочестие Дхарми. Просто разрубите сеть иллюзий. Летите подобно птице. Удивительный лес Вриндавана. Вы видели, как над Вриндаваном кружат птицы? С крыши Йогамая хорошо видно, как орел кружит или какая-то хищная птица еще кружит. Спонтанно он летает над Вриндаваном, у него есть какая-то цель, ну, своя цель, то есть, какая-то там мышка или за кем он еще охотится, но факт то, что его цель во Вриндаване поэтому птицы, которые живут во Вриндаване, они летят туда спонтанно. Поэтому наша цель таким же образом спонтанно подобно птице лететь в этот удивительный лес Вриндаван. О, птица моего сердца, оставь ядовитый лес материальных наслаждений, разорви путы материальных желаний и лети во Вриндаван обитель бессмертия. Иногда птицы встречаются глупые, они не понимают в чем разница между лесами, они думают там хорошо и тут хорошо, но птица, которая более продвинута в трансцендентном выборе, она скажет нет, лети в трансцендентный лес Вриндавана, потому что ты живешь в ядовитом лесу, на самом деле те плоды, которые клюешь здесь, они все ядовиты, они свяжут тебя, они, как сказать, испортят тебе и здоровье, они оставят тебя в кругу рождения и смерти. О, когда же этот глупец, смиренно говоря о себе, говорит про Бадананаса Расвати Пат, когда этот глупец пересечет высокие горы своей ложной гордыни от аристократического происхождения, богатства и учености и сможет ощутить сладость Вриндавана. Я презренный глупец, поскольку, несмотря на то, что по милости Вриндавана я узнал о своей вечной сфорупе, своем вечном духовном теле, все же я горжусь этим мешком с испражнениями, когда невежественные люди оказывают мне почтение. О, еще одна крутая шлока, еще один крутой стих, в котором Шри Прабханана Насарасвати Пат противопоставляет сладости Вриндавана то, к чему мы привязаны здесь. Не что, но как мешки с испражнениями, вот и все. О, друзья, почему вы бесполезно скитаетесь по этой бренной земле? Примите прибежище луноподобного юноши во Вриндаване, как его зовут? Шри Кришна. Правильно. Дорогого друга кого? Шри Радхи, который распространяет во всех направлениях потоки трансцендентного нектара. Когда находишься вне Вриндавана, думаешь, боже мой, я поехал туда, я поехал сюда, я скитаюсь, вот люди так ездят, скитаются туда. Один предный, мой друг немецкий, предный, сказал мне, как любопытно смотреть иногда, как туристы приезжают от одних домов и зданий, чтобы смотреть на другие дома, города, здания и так далее. Тут вот одна форма, тут другая форма, тут чуть-чуть постарше, чуть-чуть помоложе. И что? Вот я беру два стакана и начинаю переливать из одного в другой. Вот один стакан синий, другой красный, один пластмассовый, другой фарфоровый, стеклянный. И что? В одном стакане другая вода, чем в другом? Нет, та же самая вода, в разных стаканах, понимаете? То есть суть этого мира одна и та же, повсюду, разные условия жизни, понимаете? Рождение, смерть, старость, болезнь, все. Пять элементов, там, как это, рождение, созревание, зрелость, увядание, опять смерть, все. Все, ничего больше, карма. Карма на карме сидит, карму погоняет, как любой товар, который он получает, проходит через трех личностей, Ивана, Петра и еще кого-то. Все. Нет другого источника, нет другой сути у этого мира. Этот мир просто банален, как дважды два, четыре, никак ничем не изменишь. Дважды два, это немножко четыре, нельзя быть немножко беременной. Что бы ты ни делал, все это x, y и z. Все, ничего больше. Сперва будет x, потом y, а потом все остальное идет в z. и все. На этом заканчивается весь этот материальный мир. Вот, чего бесполезно бродить по этой земле, понимаете, любуясь, любуясь, какой мой язык, любуясь зданиями одной формы, хотя ты из зданий, от зданий одной формы отправляешься к зданиям другой формы и другой традиции. Вот, и все. Вот и все. человек из пункта x поехал в пункт y. А потом он понял, что и первый пункт, и другой, в общем-то, все идут в z. Горибол. Вот, что получается. В лесу Гриндавана вы увидите погруженную в великие волны океана нектарных вкусов удивительную темную луну. Кто такая? Кришна. Кришна. Кришна, которая приносит радость и удовлетворение лотосным глазам Шри Радхи. Радха, тоже, подобно птице Чакора, смотрит на луна ликого Кришну. Во Вриндаване царь трансцендентных рас, опьяненный чистой любовью к Шри Радхи, своего единственного сокровища, пьет сладостью лотосных уст. Пусть же Кришна, украшенный чарующей улыбкой, стоящий под деревом Кадамба в лесной роще Вриндавана и изящно изогнутый в трех местах проявится в моем сердце вместе со Шри Радхой. Всегда поклоняйтесь во Вриндаване двум сияющим юностью божествам, лучезарным, как расплавленное золото и голубой сапфир, Рады, как расплавленное золото, Кришна, как голубой сапфир, которые живут в сердцах друг друга и связывают друг друга узами чистой любви. Когда мы воспеваем Харе Кришна Махамантру, мы пытаемся думать об этом принципе, что Рада и Кришна живут в сердцах друг друга. Поэтому мы говорим Харе Кришна, Харе Кришна. Это Рада и Кришна. Кришна, Кришна, Харе Гаре. Иногда они в разлуке. Кришна, Кришна, Харе Гаре. Харе Рама. Рама кто такой? Радха Раман. Это комментарий наших очарев. Кришна не Господь Рама и не Бала Рама, Харе Кришна Махамантру. Он Радха Раман. Рада Раман это тот Кришна, который всегда живет в сердце Шримати Радхики. И она всегда думает о нем. Поэтому ее зовут Кришна Май. Деви, Кришна Май Практа, Радика, Пара Девата. Она Кришна Май. То есть она вся состоит из Кришны. Поэтому она Кришна Май. Она тоже Кришна Мати. Потому что всегда думает о нем. Кришна Мати. Пожалуйста, медитируйте на чудесный Вриндаван, наполненный нектаром лунного света и украшенный лесными деревьями Санта На, Калпадрума, Харичандана, Мандарака и Париджата. Я медитирую на живописный лес Вриндавана, где растут удивительные золотые лианы, обнимающие лучезарные деревья, украшенные сияющими цветами, напоминающие драгоценные камни. Весь Вриндаван состоит из драгоценных камней. Он Чинтамани Дхама. Однажды к Шри Санатане Госвами, одному из наших шестерых Госвами, пришел император, по-моему, это был император Акбар, если не изменяет память. Мы рассказывали раньше эту историю. И он сказал, «О, я могу чем-то помочь? Потому что я император, у меня очень много возможностей». Санатана Госвами действительно хотел дать ему милость и сказал, «Хорошо, пойди вот к тому гату, месту для омовения, на котором ступеньки. Посмотри, вот там откололся кусочек от одной ступеньки. Ты можешь починить. Хорошо». Акбар пошел туда и вдруг его видению, благодаря милости Санатаны Госвами, открылся вечный бриндаван, усыпанный трансцендентными драгоценными каменьями в огромном многообразии и сочетаниях. Он увидел это, и он, по-моему, пал без чувств. Потом он пришел к Санатане Госвами. Он понял, «Боже, чем я тут могу помочь? Такое, Чинтама, Ниндхама, все усыпано драгоценными камнями, а я тут со своей стамеской. Чем я могу помочь? Вот. О, неудачливые люди, просто примите прибежище во бриндаване. Мы неудачливы, я неудачлив. Почему? Потому что я не могу жить во бриндаване постоянно, у него нет квалификации. Поэтому он все время выбрасывает оттуда, туда, сюда, должен бродить тут и там. Но все равно прославлять бриндаван, так или иначе. В другом месте Шилапрабханана на Сарасвати Пат говорит, если мне предложат уйти куда-то из бриндавана, чтобы ехать, чтобы слушать возвышенную харикатху, я не пойду. Никогда не пойду. Там возвышенная харикатха, да, Шилапрабханана Рагунадас Госвами говорит, я лучше буду слушать праджалпу, пустые разговоры в Рижабасе, жители бриндавана, чем отправлюсь в другую обитель, куда-нибудь, в любое другое место, где даже идет Кришна-хатха, то есть рассказывает о Кришне. Лучше я буду слушать то, что говорят жители бриндавана, как твоя дочь, уже ты ее выдал замуж, какой тебе урожай в этом году, как твои коровы и так далее, как ты уже продал свое зерно, вот это вот. Лучше я буду слушать это, чем в любом другом месте слушать повествование Кришны. Представляете, какая любовь к бриндавану. Почему? Потому что Рада и Кришна проявлены там всегда, и они проявлены в огромном многообразии следов на песке, этой пыли бриндавана. Прикасаясь к этой пыли, мы исполняемся их милости, по милости Вайшнау. Поэтому, о неудачливые люди, просто примите прибежищего бриндавана, наполненным потоками охлаждающего нектарного блаженства, поклоняйтесь Шри Кришне, оставьте этот материальный океан мучительных страданий. Пусть же мой ум станет поющим шмелем у лотосных стоп Шри Радхи на земле бриндавана, где очаровательный Кришначандра наслаждается любовными играми. Что даст нам поклонение множеству духовных учителей? Слушайте, люди стремятся поклоняться многим духовным учителям. Что даст нам поклонение множеству духовных учителей? Что такое позор и бесчестие в этом мире? Люди всегда боятся позора и бесчестия. Для меня не существует позора, страха, объектов чувственных наслаждений и материального благочестности. Всегда люди гоняются за объектами чувства наслаждения. Материального благополучия хотят. Хотят избегать позора и страха. Праба не надо слушать, но трансцендентный преданный это в этом смысле сумасшедший. То есть своего рода сумасшедший. Потому что он полностью говорит мой ум полностью поглощен вкусами трансцендентного нектарова вриндава. Ох эти Кришны ты не хотел сделать нас безумцами. Смотрите это совершенно другое безумие. Совершенно другое безумие. Когда Шри Чайтани Махапрабху получил инициацию у своего Гурдева Шри Ишвара Пурипада он сказал какую мантру ты мне дал Ого Саи Ого Свами какую мантру ты мне дал повторяя эту мантру стал пагалом и стал сумасшедшим стал безумцем в глазах мирян поэтому даже в Матхурия Кадамбине пишет о предном который на уровне ручьи асакти по-моему он пишет но в ослышенном уровне он говорит моралисты считают его падшим там сторонники варнашрама то есть системы социальной духовной системы считают его сентименталистом и так далее какие-то батюшки считают таким-то такие-то батюшки считают нас сектантами еще какие-нибудь моралисты считают нас сентименталистами бог с ними это не важно что они считают знаете главное что Шри Гуру который знает сладость лотос нахстоп свящей рады и Гришны считает нас своим если у нас мама то если у нас чувство обладания по отношению к Шри Гуру тогда наверняка Шри Ширада и Гришна будут довольны нами Шри Чайтани Махапрабху будет доволен нами это самое главное и пусть тысячи и миллионы батюшек этого мира будут против но ничего страшного даже если я должен нарушить миллионы религиозных принципов даже если окажусь перед лицом тысяч и миллионов опасности и страданий и даже если я стану объектом миллионов насмешек и оскорблений я не покину Вриндавава который в миллионы раз дороже мне собственной жизни прабхадананда сарасвати падхи чая к сожалению мы должны смотреть на часы в этот раз потому что в 6 часов начинается другая программа здесь в расе я бы мог быть с вами прославлять Вриндаван целый вечер еще 3 часа не страшно но к сожалению время не резиновое я в завершении этого тура хотел бы поблагодарить всех очень сердечно всех преданных и в Киеве и в Харькове и в Тернополе и в рубежном и северном Донецке которые принимали нас особая благодарность Кришнашарану прабу и супругим за то что они приняли и создали этот центр раса на радость всем вайшнамам действительно это великая заслуга и великое счастье для всех преданных Украины в основном тех кто связан с Годием Адхами и Шири Исконы и все остальные огромное спасибо большое спасибо тем преданным которые смотрели нас в прямом эфире вот этот тур вышел коротким дальше я думаю будут какие-то трансляции из Вриндавана я надеюсь